До 1 декабря в Беларуси будет сформирована база данных трудоспособных, но не занятых в экономике граждан. Стали известны новые положения декрета номер один, призванного содействовать занятости. Формировать и вести базу данных будет Центр информационных технологий Министерства труда. Всех лиц, попавших в нее, проинформирует. У них также будет право принять или отказаться от содействия в трудоустройстве. Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета номер один отведена местным органам власти. База данных будет обновляться ежеквартально. Документ уже вступил в силу. Итак, что же представляют собой новые положения декрета номер один, узнавала Анастасия Дегтяр. В эти истении сомнений и необоснованности декрет номер один – обновленная версия. Этакий государственный инструментал. С одной стороны, побудить к действию необоснованно безработных. С другой стороны, протянуть руку помощи действительно нуждающимся. Локальные меры проблемы разберут, что называется, здесь и сейчас. Готовы каждому подходить индивидуально. В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попадает под действие декрета. И здесь никакой формальности. Комплекс задач значительно увеличился. От поиска рабочего места и всяческого социального патронажа до снятия диагноза асоциальный. Если потребуется, человека направят даже в ЛТП. Подобная комиссия уже сформирована в заводском районе столиц. За несколько месяцев этого года тут помогли обрести трудовые отношения больше полутора тысячи безработным. Мы их сейчас, конечно, наверное, может быть, видоизменим немножко. Наша задача тем людям, которым надо помочь, мы им должны помочь. Да, в эту комиссию входят абсолютно все, начиная от главы администрации, который председатель комиссии, и заканчивая депутатом. Задача всесторонне изучить ситуацию, изучить, в чем у человека есть проблемы и найти возможность ему помочь. Одна, скажем, из кардинальных мер, стимулирующая заняться делом, оплата по полному тарифу услуг ЖКХ. Это касается незанятых в экономике белорусов. Это понятие четко прописано в обновленном документе. К примеру, посчитали экономически занятыми членов монашеских общин, творческих деятелей, ремесленников, спортсменов из национальных команд, фермеров, безработных, стоящих на учете в центре занятости. Перечислены далеко не все, а список внушительный. Не обмянули и золотой белорусский соцстандарт матерей, воспитывающих детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18, а также многодетных. Впрочем, в постановлении появился и ряд исключений из списка незанятых. И здесь постарались учесть свод рабочих житейских моментов. Однако лояльность не повод искать лазейки в законе. Специальная комиссия тщательно изучит каждую ситуацию. Белорусы со спорными статусами, которые вроде и не подпадают под декрет, все же должны не ждать. Особого приглашения от комиссии отметятся сами. Мы постараемся некие методические рекомендации в части определения трудной жизненной ситуации все-таки подготовить, исходя из практики работы комиссий и обратной связи именно от регионов. Если человек видит, что он потенциально попадает под норму под действие, норм декрета, соответственно, он может принять какие-то меры уже сейчас и легализовать свою деятельность или подтвердить свой статус, понимая, что он для этого нужно что-то сделать, чтобы его подтвердить, обратиться в ту же самую пока комиссию, собрать какие-то документы. Формироваться база будет два раза в год, но актуализироваться ежеквартально. Первые списки появятся уже к 1 декабря. Анастасия Дегтярь, Надежда Янюк, телекомпания СТВ.